Женское рукоделие живет и развивается. В музее Куржиновской средней школы номер 2 прошло мероприятие в горнице-мастерице. В школьном музее казачьего быта ученицы и их наставник, учитель технологии Наталья Вычикова поделились секретами вязания и вышивки. Подробности у Али Баташева. В уютной казачьей горнице все дышит стариною. Бережно собранные школьниками экспонаты воссоздают быт быт толпашинских казаков 19 века. Вязальные спицы вместо привычного смартфона в детских руках хоть и смотрятся необычно, но погружают в историю глубоко и надолго. Простейшая техника вязания спицами и крючком позволяет создавать неповторимые вещи. Вышивали не только крестиком, но и гладью. Причем каждый цвет имел свое значение. Красный цвет считался цветом красоты, победы и любви. Цвет желтый считался цветом разлуки. Менее всего использовали зеленый цвет, он считался растительным миром. Цвет черный считался цветом ночи, покоя, тепла. Вышивали не только животные и растительный мир, но и вышивали разными звездочками, треугольниками. Редкой рукоделии обходилось без песни. Ты ли мое сердце сокрушила, ты ли надломила два крыла. В основном женщины занимались казачки рукоделем. Пряли, вязали и ткали. И все это делали из природного материала. Поселок Куржинова – место исторически компактного проживания казаков. Во второй школе создан и успешно действует класс казачьей направленности. Делитесь по страницам казаки, любимой родиной границы защищая. Чтобы послужить на славу для страны, Кавказ от этого сердца похоряет. Страна лихих джигитов и вольных казаков очень удивительна. Наряду с казачьими играми, литературно-историческими композициями на тему казачества, здесь всегда есть место дружбе и уважению к культуре других народов Северного Кавказа. Али Баташев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Урубский район.